В каких условиях приходится работать многим врачам и учителям, давно уже не новость. Приятной новостью все чаще в последнее время становится строительство очередного здания медицинского или образовательного учреждения. Так, в Шимановске открылась поликлиника. Ее проект был отложен в долгий ящик больше, чем на 10 лет. А в Михайловском районе появилась новая школа. На месте старой хотят создать детский сад. Подробнее в нашем сюжете. Проект строительства новой поликлиники лежал нетронутым более 12 лет. И только в 2010 году было принято решение изыскать средства на строительство. Теперь здесь будут оказывать медицинскую помощь жителям Шимановска и Шимановского района. А это почти 26 тысяч человек. Раньше основной корпус поликлиники располагался в здании, которому уже больше 100 лет. А процедурные кабинеты были рассредоточены по всему городу. Действительно, эта стройка шла таким вот образом. Сначала строилась, потом оплачивалась. Это не так было все просто сделано. То, что необходимо были оборотные средства и так далее и тому подобное. Всего на строительство было потрачено почти 187 миллионов рублей. 48 из них пошло на приобретение оборудования. Все кабинеты специалистов оснащены современной медицинской и компьютерной техникой, объединенной единой информационной сетью. Условия работы и все параметры аппаратуры более современные. Вся аппаратура компьютерного обеспечения у нее. Что еще можно сказать. Ну, я думаю, что работать будет хорошо и для больных, и для сотрудников кабинета. Так как больным, чтобы не было тяжело, у нас здесь на первом этаже расположены обвинения травмоголога. Пациентов будут принимать медики по 18 специализациям. Всего в поликлинике будут работать 112 человек. Из них 22 врача и 68 средних и младших медицинских работников. Остальные техперсонал. Когда на совете домовых делили школы, мне вам досталась Новочесноковская. А теперь вместе с вами, друзья, я перехожу в новое здание. На торжественном открытии школы в селе Новочесноково Михайловского района ученики и учителя устроили самое настоящее театрализованное представление. И несмотря на то, что право перерезать ленточку предоставили губернатору Олега Кожемяка, он передал его ученикам-новоселам. В новой просторной трехэтажной школе есть и спортивный зал, которого так не хватало в старом здании, и актовый зал для проведения школьных мероприятий. Эта школа отвечает всем требованиям современной школы. Ее нельзя назвать или сельско-городской. Это современное образовательное учреждение, в котором созданы все условия для получения качественного образования. Школа работает укомплектованно педагогическими кадрами. Причем нужно сказать, что школа имеет молодых педагогов в своем составе, педагогическом, что очень радует. На строительство нового здания новой Чесноковской школы потрачено более 167 миллионов рублей. В здании старой школы планируется открыть детский сад, которого в селе давно ждут. Всего за 2011-2012 годы в области было открыто 5 новых школ. А Михайловскому району на реконструкцию учебных заведений в Калининой и Паярково в этом году будет выделено порядка 15 миллионов рублей. У нас открываются школы, но может быть не так часто, как хотелось, поэтому каждое новое открытие, конечно, это праздник для всей области. И, безусловно, в первую очередь, наверное, для этого села, потому что здесь появляется уверенность, что в сочетании новой школы минимум 50-70 лет село будет жить, будет развиваться, будут рождаться дети, будет развиваться сельское хозяйство. Кристина Добровольская, Евгений Багибеков. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.